А теперь о нашумевшей истории о дедушке Валерии и его козочках. Зюзинский район и суд столицы запретил им гулять по Бутово, а хозяина обязал смастерить для них загон. А вот еще один городской фермер никаких судебных предписаний пока не получал, но, похоже, они тоже не за горами. Своё жильё он превратил в курятник. Теперь соседей по утрам будет петухи, а в подъезде благоухает по мётам. Почему сельская жизнь так активно внедряется в городскую? Как быть жителям мегаполиса и что ждёт бутовских коз, если их заводчик так и не исполнит решение суда? Репортаж Данила Сухоручко. В этом доме последние пару месяцев жителям пришлось просыпаться с первыми петухами. И это не фигура речи. Такое соседство местных жителей, мягко скажем, не впечатлило. По их словам, птицеферму в квартире устроил некий Станислав. Кроме шума, людей смущает и антисанитария. Компактная птицеферма находится в этой квартире. Самого любителя пернатых на месте сейчас нет. Но его выдаёт запах. А пахнет здесь, как в курятнике. По всей видимости, эту проблему удалось решить полюбовно. По некоторой информации, после нашего визита, петуха и куриц Станислав вывез из квартиры. А вот жителям московского района Южная Бутова так легко отделаться не получилось. Им уже не первый год докучают не пернатые, а парнокопытные. Знаменитое стадо козлов кошмарит округу от рассвета до заката, оставляя повсюду неприятные сюрпризы и объедая местные деревья и палисадники. Мешают. Чем? Они бегают по дороге в неположенном месте. Ваши нам прыгают ещё. Такое ощущение, как будто мы в какой-то деревне находимся, если честно. Держит коз местный житель Валерий Аникеев. И недавно комитет по ветеринарии Москвы подал на него иск в суд. Фемидов встал на сторону чиновников и запретил Валерию держать коз, пока он не приведёт участок в соответствии с законом. Мы решили проверить, соблюдает ли Валерий решение суда. И пришли не с пустыми руками. Смотрите, вот мы вам чем смогли, скажем, вот капусточка. Ну, козы едят капусту же. Валерий дома был, а вот козы, как всегда, гуляли сами по себе. Это великолепно. Хорошие. Ну, может, вы сами лучше съели бы её. Зачем? Мы козам купили специально. Ну, ладно, я её съем. Потому что у коз уже много кочанов капусты. Хорошо. Валерий поведал нам, что вместо специальных ковриков для дезинфекции он пользуется вот этим ящиком с опилками. Забор пока менять не собирается, да и коз в прогулках ограничивать тоже. А ещё Валерий очень любит пофилософствовать. Вот я хочу создать, чтобы сады были внутри нас. Когда они будут внутри нас. Внутри нас это как? В смысле, внутри домов? Внутри, в сердце нашем. Метафорически, скажем так. Нет, нормально, когда будут вот сады внутри нас. Посадить цветы внутри человека? Ну, конечно. Ну, вы подумайте сами. Тогда они будут и вокруг нас. Правда, пока на участке Валерия расцветает лишь антисанитария. Даже подходы к калитке, заваленные козьими экскрементами. Но Валерий, видимо, продолжает жить в мире грёз и призрачных садов. Я предлагаю сделать клуб. Какой? Козье царство. Козье царство? Да. Где оно будет? Ну, надо найти для детишек. А кто будет царём в козьем царстве? Ну, они сами выберут. Я буду только... Так царя ж не выбирают. Вскоре после Валерия мы встретили и козлов. Они гуляли неподалёку. Козлы, подождите! Козлы, у нас пара вопросов есть. Но долго погоня не продлилась. Мы решили наладить коммуникацию с козлами. И даже приготовим небольшой десерт. Будешь яблочко? Тебе тоже держи. А это другим оставим. Скажите мне... Ребят, дело такое. Вам не кажется, что вы ведёте себя как козлы? Но козы, в отличие от хозяина, оказались неразговорчивы. Да и сады в душе их, видимо, не прельщают. Разве что в желудке. Но всё равно они не хотят отвечать на наши неудобные вопросы. Видимо, им есть что скрывать. Почему вы здесь беспредел устроили? Вам не кажется, госпожа коза, что это уже совсем перебор? Такое пренебрежение решением суда может кончиться плачевно. И для коз, и для их хозяина, говорят юристы. При неисполнении уклонения, злостном уклонении от исполнения решения суда предусмотрена в том числе уголовная ответственность. До года лишения свободы. Однако история с козами многих растрогала. Например, рэп-исполнитель Денис Устеменко, известный под псевдонимом Джиган, вместе со своей женой Оксаной выразили готовность помочь Валерию. Мы с Денисом, его, к сожалению, нет, сейчас рядом, но он тоже абсолютно согласен. С удовольствием поможем дедушке обустроить новое место жительства для его питомцев, потому что у нас тоже есть такой же питомец. Примет ли хозяин коз звездную помощь, пока непонятно. Местные жители же хотят чистоты и покоя. А у Валерия остается все меньше времени на исполнение требований суда. Возможно, ему стоит подчиниться. Кто знает, вдруг, если Валерий приведет в порядок участок, то, глядишь, и сады в душе расцветут. Данил Сухоручко, Виталий Мелков, Василий Иручук, Егор Воробьев, Москва, 24.